друзья мы еще посмотрим одно великолепно выполнено домашнее задание сергея сачи сделал курсу 14 где мы уже заканчивали сервер школе к вру к рубрикам группы привязанные домашние задания каждая к своей так вот домашнее задание то что касалось урока по документации описать разъяснить три директивы демон процесс групповой процесс и алиас дополнительно каждый новый участник подробно описывает и иную директиву которая не описана в школе вторая часть домашнего задания создание виртуального хоста рассказать базовый синтез директива apache и что за команды прописываются в директивах также рассказать как создаются директивы директории в директивах указывается к ним пути по сути суммируем директивы apache при директории пульс команды сергея сачи вот называется поработал 52 сообщения получилась великолепная то есть по сути дела вот я сел и час практически еще читал да для себя что-то новое но теперь участники школы уважаемые значится домашнее задание домашнее задание все равно выполнять надо всегда есть какой-то момент который не описан вы познакомитесь с домашним заданием и это великолепная вещь сама по себе задание дает возможность вам также поработать всегда да набрали например джанга и всегда можно найти дополнительную информацию еще дочитать просто ребят это великолепный пример выполнения домашнего задания потому что видно что человек делает правильно я знаю что сергей он полностью все документирует это очень правильно все что вы проходите нужно работать документировать маркдаун мк docs да у нас есть он школе мы вставили его в курсах джанга 2 и здесь вы найдете да то есть все вести документации и в проекте мк dos и то что мы проходим далее у нас идут уже директивы апача которые мы можем тоже уже рассматривать это домашнее задание вернее ну мы грубо говоря участники школы все ребята да как точку для более глубокого изучения почему потому что допустим в уроке мы делали мы не использовали большое количество директив мы использовали то что нам надо было для работы тут как раз начинается видно да переход что что такое директива и далее мы всегда можем дополнительно проработать для себя фрагменты да которые нам покажутся важными и надо будет и можно посмотреть да и важно пусть здесь будет модуль но допустим мы читаем что данные директивы используются когда чистый апача без энжикс она нам это не подходит да уже то есть мы для себя делаем выбираем какую-то информацию почему первое участникам школы очень важно посидите вечерок 2 поработайте именно с поиском потому что мы пока указываем небольшое количество директив но по крайней мере начните первично собирать информацию для себя в мозгах что можно делать то есть посидели и немножко поработали лучше конечно на английском набирать быстрее найдете поработайте немножко потихонечку спокойно теперь поняли ребята теперь для участников школы особенно для новичков обратите внимание у нас в курсах конкретно к определенному уроку привязана группа я это уже говорил но многие не знают допустим за эти годы за эти годы я несколько раз практически переделывал группу группе google есть такая особенность то есть вот сейчас не то что я там чищу группу я оставляю рубрики которые наиболее востребованные и как только становится я опять прикрепляю но смысл группы google такой в чем она очень классно что здесь то что даже удалено оно остается в группе навсегда поэтому не забывайте про поиск когда когда работаете с группой то есть вы всегда найдете какие-то вещи которые вам нужны не забывайте особенно новички следующий момент следующий момент следующий момент ребят я заметил что развивается тот кто выполняет домашние задания домашние задания вот я показалось выполнил вот сергея сачи я заметил что есть еще один участник Володя Фомичев который тоже очень добросовестно выполняет домашние задания если мы посмотрим тоже великолепно расписал не так широко но классно я все захожу что-то сейчас секунду тоже очень хорошо расписал и обязательно использовать обязательно использовать вики свое для каждого проекта ребята для каждого не делайте никогда каких-то вот этих ошибок я в школе сейчас очень хорошо постоянно об этом повторяю просто есть ребята которые прошли и грубо говоря забыли да я вам показывал что в курсе уже джанга 2 да мы обратили особое внимание на mkdocs маркдаван ну вот например я сейчас переделываю в данный момент сайт да спб переписываю все и первое что я сделал конечно же я добавил проект mkdocs и по ходу создания проекта например вот здесь я делаю все библиотеки у меня то что устанавливаю то есть установил записал где для меня архиважна версия да то я ставлю версию чтобы если там когда-то обновишь всегда можно было посмотреть где версия не так важна то там я версию в принципе не ставлю потом любую информацию касающуюся проекта я документирую это архиважно первое вы всегда сможете заглянуть второе вы сможете когда вы пишете код вы сможете размышлять вы должны писать именно должны потому что это выйдет боком сделаете сайт пройдет время и все потом сидишь да копаешься в этом коде думаешь тут тут а так записали во вторых часто используемый код который вы используете в проекте собираете чтобы быстро можно было вспомнить и где-то добавить и тоже касается домашних заданий кто-то делает просто проект по HR как я смотрел и Сергей Сачи и Володя Фомичев они сбрасывали ранее задание да показывали как они работают уже украсили этот маркдаун как как могли ну мне на это нет времени украшать но молодцы ребята вообще молодцы очень хороший пример и все записывают все записывают вот это ведет именно к хорошему изучению языка потому что когда вы пробежали не записали это никуда не пойдет во первых когда вы начинаете описывать вы начинаете совсем по-другому думать вам надо вы учитесь выражать мысли задавать вопросы правильно описывать код понимаете это надо делать это само не придет и это надо делать постоянно и в этом будет рост и то что у вас записано вы всегда можете вернуться а уж к проектам ребята то документацию сразу начинаете вести не потом сделали проект первое что добавить mkdocs markdown и погнали вести вам через определенное время через несколько проектов придет свое понимание как вам делать это удобней но чтобы это понимание пришло надо это начать делать обратите внимание я дам ссылочку сейчас под этим видео здесь четкая стратегия на 2019 2020 годы посмотрите видео на ютюбе оно будет в описании этого видео ссылка да на статью мы углубимся я думаю вам будет интересно потому что там есть еще большой спектр важных ссылок которые надо проработать потому что когда у вас есть понимание что и как вы будете делать как будете развиваться тогда конечно и будет успех на сто процентов ну так как этот в принципе видео записал чтобы показать действительно хорошие домашние задания когда есть информация когда есть от чего оттолкнуться делайте не ленитесь делайте скрупулезно спасибо все получится спасибо